Казахстан 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 из остатка изготавливают ювелирные изделия и коллекционные монеты. Кстати, о монетах. Первые монеты на территории Казахстана относят ко второму тысячелетию до нашей эры в государстве Кангюй. Оно располагалось в долине реки Сардари и в предгорье Каратау, где пролегал Великий Шелковый Путь и процветала торговля. Серебряные монеты печатались во времена Золотой Орды, а именно в Улусе Джучи. Большие сбережения хранили в Сомах. Это ладеобразный слиток серебра, который весил в среднем 200 граммов. Из него печатали 200 две серебряные монеты, которые имели разные названия. Восточные летописцы называли их дирхемами, западные огласили их аспорами-баррикатами, а в простонародье их называли акче, что в переводе означает белый. Официальное же название у них были донги. От этого, кстати, происходит слово деньги и казахстанская национальная валюта тенге. И хотя в средних веках массовым средством обращения и платежа на внутреннем рынке были медные монеты, в качестве валюты на международной торговле использовали именно серебро. На это указывает то, что монеты из этого металла часто встречались при раскопках памятников средневековья Восточной Европы, Прибалтики и даже скандинавских стран. Давайте поговорим поподробнее о свойствах серебра и где их применяют. Это драгоценный металл пятого периода периодической системы химических элементов Менделеева с атомным номером 47. По своим физическим свойствам у серебра самое высокое тепло, а также электропроводность среди всех металлов. Так что если бы оно не было таким дорогим, то мы бы использовали не медные провода, а серебряные. Для сравнения, на лондонской бирже за один килограмм меди дают чуть больше 9 американских долларов. А за килограмм серебра предлагают целых 844 доллара. Очевидно, что использовать медь намного дешевле. Хотя во время Второй мировой войны в США серебро все-таки использовали в качестве проводов для производства мощных электромагнитов, которые применяли для обогащения урана во время Манхэттенского проекта. В результате чего изобрели первую в мире атомную бомбу. Все потому, что медь была в дефиците. Серебро известно человеку с древнейших времен. Люди начали использовать этот металл еще до начала нашей эры. Например, в Сардинии его добывали и обрабатывали с эпохи раннего Энеолита. Это стало возможным благодаря тому, что раньше природный металл чаще находили в виде самородков и его не нужно было добывать из руд. Также в виде самородков встречался и другой драгоценный металл – золото. Они соперничали друг с другом с самой первой добычей. Древние люди использовали серебро в качестве валюты на ребро с золотом и медью. И такое сочетание металлов не случайно. Ведь все эти три элемента находятся в одной одиннадцатой группе и обладают схожими свойствами. А именно высокая плотность, устойчивость к окислению и нахождению в самородном виде. Но постепенно золото прочно захватило место универсального расчетного эквивалента, захватило сферу коммерции, стало обязательным атрибутом власти и богатства. Зато серебро заняло нишу символа изысканной эстетики, а также таинственности природы и потустороннего мира. Это был металл алхимиков, чародеев, астрологов. Во Сирии и Вавилоне серебро считали символом Луны и приписывали ему божественные силы. Мифы и легенды многих народов мира наделяют серебро мистическими свойствами. Металл якобы способен отпугивать вампиров, злых духов и прочую нечисть. Точную дату начала использования серебра в качестве денег трудно назвать. Но что известно точно, это то, что его использовали еще в городах древних шумеров. Более 5000 лет назад тогда серебро добывали из самородков и оно было довольно чистым. Но из-за этого оно также быстро темнело на воздухе и было недостаточно прочным. Поэтому первые монеты были не из чистого серебра, а из его природного сплава с золотом, называемым электрумом. Первые монеты из этого сплава использовали в древней лидии в 7 веке до нашей эры. Со временем запасы самородного серебра и электрума заканчивались. Поэтому люди придумали, как добывать серебро из руды. Сырьем чаще всего служили и служат минералы, богатые медью, свинцом или же цинком. В них серебро находится в качестве примеси. До сегодняшнего дня мало что изменилось в производстве этого драгметалла. Вообще серебро находили в огромных количествах. Однажды обнаружили целую глыбу из чистого металла. Именно так можно охарактеризовать самый крупный серебряный самородок. Его нашли в средние века при разработке месторождения в Шнейберге, в Саксонии. Масса этого самородка была почти 40 тонн. В середине 15 века в Рудных горах был обнаружен серебряный самородок весом в 20 тонн. Подобные крупные находки происходили и в других частях света. Например, на канадском руднике Кобальт удалось найти пластину, прозванную серебряным тротуаром. Ее длина составила около 30 метров. После его переплавки получили около 20 тонн чистого серебра. В наше время серебро можно чаще увидеть в ювелирных магазинах или в качестве дорогих столовых приборов. Но даже в них не используют чистое серебро, потому что этот металл можно очень легко погнуть. Поэтому используют сплав из 92,5% аргентума, это его латинское название, и 7,5% примеси. Чаще всего добавляют медь или никель. Так получается стерлинговое серебро 925-й пробы. Но все же это не избавляет этот металл от его главного недостатка, а именно от способности темнеть на воздухе. Дело в том, что серебро, конечно, не реагирует с воздухом, зато отлично реагирует серосодержащими веществами. Серебро крайне популярно в ювелирном деле металл. И не только в чистом виде, но и покрытый другим, не менее популярным драгоценным металлом – золотом. Немногие знают, что у позолоченного серебра есть свое название – вермей. Конечно, публика относится к нему противоречимо. Одни ценят за сочетание эффектного внешнего вида с демократичной ценой. Другие считают такие украшения лишь попыткой сымитировать дороговизну, которая исчезает с постепенным износом золотого покрытия. Поэтому не все способы чистки серебра подходят для вермей. С давних времен благородный металл применяли в медицине. Еще в древнем Египте тонкие листы серебра прикладывали к ранам больных, чтобы они быстрее заживали. Серебро использовали в качестве антибактериального вещества. Еще со времен Александра Македонского военачальники болели реже, чем обычные солдаты. Несмотря на то, что те делили с ними все тяготы походов. И только спустя тысячелетия ученые обнаружили единственное отличие. Им стала серебряная посуда у главнокомандующих, в то время как рядовому полагалась оловянная. А в Швейцарии при помощи серебра лечили зубную боль. Для этого пациенту давали монету, он прикладывал ее к больному зубу и через некоторое время боль стихала. В этом смысле серебро схоже с титаном, который невероятно популярен в медицине, в частности в хирургии. Серебро может убить 650 видов бактерий. Именно поэтому многие авиакомпании используют в своих самолетах воду, которая была обработана серебром. Это помогает от распространения на борту инфекционных заболеваний. По той же самой причине некоторые хозяйки бросают серебряные монеты в молоко, чтобы оно дольше оставалось свежим и не прокисало. Такой способ хранения молока распространен в Америке. Бактерицидную способность серебра интересно решили применить в Японии. Там его используют при производстве кондиционеров. Такие приборы не только освежают, но и очищают воздух в помещении. Сегодня серебро иногда применяют в пищевой промышленности, где оно больше известно как добавка Е174. Ее используют для украшения кондитерских изделий, но только в очень малых количествах. Кстати, в натуральных продуктах оно тоже присутствует. Например, его много в обычном яичном желтке. Впрочем, золото тоже бывает съедобным и популярно как ингредиент люксовых блюд и десертов. Интересно, что в теле человека также есть серебро. Оно концентрируется в головном мозге, в коже, в надпочечниках и печени. Однако чрезмерное употребление серебра может привести заболеванию под названием аргироз, когда кожа человека окрашивается в серый или серо-голубой оттенок. Серебро имеет почти стопроцентный коэффициент отражения света. Именно поэтому самые дорогие зеркала изготавливают из этого металла. Богатые люди часто покупали их, так как верили, что этот предмет обихода обладают мистическими свойствами. Самому древнему зеркалу из серебра почти 5000 лет. Сейчас серебряные зеркала используют в основном для солнечных электростанций. Например, на них работает солнечная теплоэлектростанция в Калифорнии, что находится в США. Из-за светочувствительности раствор серебра и азотной кислоты используют в производстве фотографий и кинопленок. Еще в середине 19 века человек обнаружил это поразительное свойство. Нитрат серебра нужно смешать с хлоридом натрия. В результате получится хлорид серебра, который при попадании на него ультрафиолета разлагается на мелкодисперсное серебро и хлор. Если покрыть этим раствором бумагу, а после прикрыть негативом, то на солнце незакрытые участки будут темнеть. В результате мы получим фотографию, как в прошлом. В честь серебра к тому же назвали целую страну. Однажды итальянский мореплаватель Себастьян Кабот встретил моряка, который утверждал, что видел страну, где есть горы серебра. Заинтересованный путешественник отправился на поиски драгоценного металла в Аргентину, но серебра там не нашел. Считается, что именно благодаря этому случаю государство получило такое название, так как аргентам с латинского серебро. Ирония судьбы в том, что на самом деле в Аргентине серебра оказалось очень мало и оно быстро закончилось, а в соседнем Перу до сих пор добывают свыше одной тонны серебра в год. Каждый из нас не раз слышал выражение «разгон туч», особенно перед большими праздниками и парадами. Но мало кто знает, что предотвращают дождь благодаря йодистому серебру. Обычно его распыляют над облаками с самолетов. Серебро – это не только красивый металл с приятным лунным блеском, который мы привыкли видеть в роли ювелирного материала. За своей привлекательной оболочкой он таит еще немало тайн, и, возможно, не все они еще разгаданы. Если хотите узнать еще больше о металлах и способах их применения, то подписывайтесь на официальный YouTube-канал Atomikin Business, ставьте лайки, пишите комментарии под роликами с названием «Металлы и технологии».